Корчевников сделал заявление о шоу прямой эфир. Борис Корчевников прокомментировал слухи о своем уходе и закрытии передачи прямой эфир. Телеведущий сделал заявление. На протяжении нескольких месяцев в СМИ муссируются слухи о том, что Борис Корчевников покидает передачу прямой эфир, являющийся прямым конкурентом ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». Более того, позднее утверждалось, будто и сама программа скоро прикажет долго жить. В итоге решил внести ясность ситуацию сам Борис Корчевников. На своей страничке в социальной сети Instagram телеведущий обратился к многочисленным поклонникам ток-шоу. «Спасибо каждому человеку, который писал мне в эти годы добрые слова о нашей программе. Хочу обратиться ко всем, кто верит слухам о том, что я ухожу или программа закрывается. Пусть авторы этих слухов и не надеются», — сделал заявление Корчевников под собственной фотографией, которую опубликовал в аккаунте. Более того, по словам шоумена, фанатов ждет масса нового и интересного в нынешнем сезоне. Вместе с огромной и лучшей командой прямого эфира мы готовим для вас очень много всего нового и сильного в этом и будущем сезоне. «Спасибо вам!» — поблагодарил за внимание Борис. Подписчики немедленно отреагировали на сообщения телеведущего. «Иногда отсутствие новостей — отличная новость. Это хорошая новость. Лучше, чем вы, никто не будет вести эту передачу. Процветание вам!» «Боречка, хорошая новость. Я была бы счастлива, если бы вы работали и на «России-1», и на «Спасе». Оставайтесь всегда таким светлым, добрым, отзывчивым человеком. Не меняйтесь!» — обрадовались поклонники телеведущего. Ранее в СМИ появилась информация, будто Борис Корчевников записывает последние выпуски программы «Прямой эфир», после чего займет пост руководителя православного телеканала «Спас». Якобы, об этом заявил генеральный директор и продюсер «Спаса» Борис Корчевников. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей. Субтитры подогнал «Симон»!